Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Жиган Фуке. Французская школа. Портрет Тьена Шевалье. Совсем еще недавно французская школа до 17 века казалась столь незначительным эпизодом истории искусства, что ее почти не касались. В наше время это отношение изменило труды французских ученых по исследованию источников отечественного искусства, увенчавшейся изумительной выставкой «примитива» в 1904 году с полной убедительностью доказали, что французская школа 15 века должна отныне занимать по меньшей мере одинаковое положение с немецкой и немногим выступает старым нидерландцам. В следующем же веке, если французам и некого поставить рядом с таким гигантом, как Дюра, то во всяком случае в сфере портретистике Гальбейн имеет в себе соперников в лице Клуэ, Корнеля Леонского и прочих тончайших мастеров. Одна фигура Жигана Фуке, придворного художника Карла VII и Ледовика XI, стоит того, чтобы отнестись к французской школе с величайшим вниманием. Правда, Фуке развился под влиянием нидерландцев, работающих при бургундском дворе. Правда, в нем можно указать и некоторые следы его знакомства с ранним ренессансом Фуке посетил Италия в 1443 году. Но Фуке все же остается вполне законченной и обособленной личностью, с чем-то характерно французским в своей манере. Национальные черты можно видеть в той уравновешенности, в той любви к упрощению, в тех поисках стиля, в том тонком и нежном понимании природы, которая сказывается как в его портретах, так и в особенности в его гениальных миниатюрах, в которых Фуке, несмотря на крошечный размер, поднимается на такую высоту мистики и достигает такой эпической силы, каких не найти ни у одного художника германских школ и которыми отличается лишь произведение латиниан, кавычки, Фрабиата, Липа, Липпи, Беноци, Гациоли. Во многих отношениях можно указать на связь между сдержанным умным и поэтичным Фуке и тем мастером, который считается наиболее ярким выразителем французского духа, в кавычках живописи, Пуссена. Разумеется, последний всецело подчинен классицизму, а первый воспитался на тех художественных формулах, которые принято объединять под общим названием Готи. Но это различие касается внешности их искусства. В глубинах же они близки. И у Фуке, как у Пуссена, все обусловлено поисками ритма, огромным пониманием природы и, наконец, какой-то поэтической вдумчивостью. У Пуссена редко, у Фуке никогда не переходящие в рассудочность. И тот, и другой не пылкий темперамент, не виртуозы, но искусство их жиждется на непоколебимом знании, без тени педантизма. Она все и стройная, умная, в кавычках, задушевная музыка, достигающая моментами удивительной вдохновенности. До нас дошло немного портретов Фуке, но все они отличаются мощным стилем и тонкой характеристикой. Воспроизведенный нами портрет изображает казначея Карла VII Этиена Шевалия, который был одним из главных поощрителей Фуке и для которого мастер исполнил миниатюры молитвенника, красующиеся в музее Шантелей. За жертвователем стоит его святой патрон Стефан. Наш портрет служил вплоть до конца XVIII века левой створкой диптиха, правая створка которого Мадонна, окруженная силами небесными, находящаяся в Антверкутском музее. Считается портретом метрессы короля и покровительницы Шевалия, знаменитой Агнессы Соррей. В Берлинский музей картина приведена от фамилии Брентано, в собственности которого находилась и миниатюры, купленные для Шантелей герцогом Амальским. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok